Всем привет! В эфире Этнографика и сегодня мы продолжаем серию выпусков под названием Черноморский фронтир, которые будут посвящены истории заселения многонациональных поселков Черноморского побережья после изгнания или схода черкесов-адыгов с этого побережья. Немножко затронем прошлое, именно черкесское и топонимику, и опишем, как сформировались вот эти многонациональные поселения с новыми колонистами во второй половине 19 века. Но прежде чем мы начнем, я бы хотел сообщить о том, что сейчас появилась новая форма поддержки моего канала для того, чтобы я мог снимать не только из студии, а более интересные качественные полевые вещи. Вы можете подписаться в качестве спонсора на ежемесячную подписку канала всего 140 рублей, месяц. Чтобы это сделать, нужно просто нажать на кнопочку вот здесь вот под видео, там есть спонсорство по кнопочке, и выбрать первый вариант, удобный для вас. Сумма небольшая, но она поможет каналу развиваться. Спасибо вам всем за поддержку. Итак, Черноморский фронтир. В прошлом выпуске я обещал вам рассказать о том, как жили адыги в поселке Псахо, он же Лесное, на реке Кудепста, но это верхнее ее отделение, которое и сейчас зовется Псахо. И что из себя этот поселок представлял в 19 веке. Итак, поселок Псахо или Аул Псахо появился при первой роте 2 батальона Кавказского полка, который стоял как раз таки на этой речке. В поселении Лесное жили солдаты этого полка, а напротив него появился Аул. Аул сам по себе состоял из Хакучи, то есть это те представители того общества горного, шапсугского, которое в самом высоком высокогорье проживало, на территории современного Лазаревского района, и куда сбежали все те из причерноморских адыгов, шапсугов, вообще адыгов, шапсугов, абазин, убыхов, абхазов, которые отказались уходить в Османскую империю, либо на плавне Кубани по требованию царского правительства в конце Кавказской войны, и в качестве партизан ушли в горы в сопротивление, скажем. И с 1864 года, с года окончания Кавказской войны до 1876 года они постепенно спускались вниз. Ну, кто-то добровольно спускался, и их таких выходцев именно в регионе Большого Сочи поселяли около этого поселка Лесное. Чуть позже, в 1865-66 годах, когда российское правительство поняло, что своими действиями военными, пагубными, они вынудили большую часть населения уйти в Османскую империю, и очень много при этом погибло людей, то есть край опустел, и для того, чтобы его осваивать, просто не хватало элементарно людей сил, то есть в пустыню фактически превратилось в Черноморское побережье, и спохватившись в Петербурге, высшие власти Российской империи вынесли запрет на дальнейшее выселение в Османскую империю адыгам, оставшимся еще на родине. И таким образом, те из адыгов, которые были пойманы в лесах, вот эти партизаны, которых как раз и ловили солдаты этой роты, они уже больше принудительно не выселялись в Османскую империю, а их оставляли на местах, в тех же самых местах, куда спускались другие добровольно. Таким образом, из вот этих групп образовался Псахо на реке Кудепста, она же Псахоречка, в ее верховьях, и его жители постепенно стали возвращаться к мирной жизни, ну уже внутри рамок Российской империи и ее законов. В 1874 году отставной статский советник, путешественник и строитель главной сочинской церкви, которая собора в самом центре Сочи, который находится, Арсений Васильевич Верещагин путешествовал по Черноморскому побережью и заехал в аулу Псахо, где понаблюдал за жизнью местного населения и дал такое некоторое описание этого места и свое впечатление о нем. Ну, во-первых, население. В тот момент около 250 человек проживали в ауле Псахо, но выходить из этого аула они не могли добровольно, то есть им нужно было получать специальный билет у ротного командира, в котором обосновывались причины покидания аула, допустим, с какой целью там нужно выехать за пределы. Если цель как бы оправдана и выдавался такой билет, и жители могли там выехать, не знаю, продать что-то из урожая, купить что-то, то есть, но контроль для этого проводился местными войсками, контроль местонахождения. Эта ситуация не какая-то прямо уж выделяющаяся из общей практики, потому что в аулах при Кубане, куда расселили многих адыгов, это будущее адыгея, там такая же примерно обстановка была. Живописные домики аула были разбросаны по хребту вдоль речки случайным образом по разным сторонам, то есть там системности не было в их постройке. На склонах левого берега реки до самой вершины тянулись поля кукурузы, гоми, это один из видов пшенки, лепроса, и частично пшеница была на этих местах, и Верещагин подчеркивает, что эти поля были под таким уклоном, что для него они казались невообразимым совершенно, как там можно было на таком склоне поля вырастить и обрабатывать каким-то образом еще. Экскурсию для Верещагина проводил командир первой роты по фамилии Алексий, которого в ауле местные жители уважали, и первая встречная хозяйка одной из саклей, эту молодую девушку звали Нагида Заквадж Тляходык, она знала русский язык, и она поделилась с путешественниками своими знаниями, то есть о быте рассказала о том, как они нам живут, и жители в то же время приготовили угощение и звали его к себе, каждый из сторон, конечно, как гости его зазывали, к столу. Старшина аула по фамилии Клепшау или Тлепшау, он принял гостей в Кунацкой, а потом они продолжили экскурсию. И вот что дословно пишет дальше Верещагин. Сакли черкесов просторные и похожи на шалаши и сплетни без какой-либо промазки. Сверху они покрыты дранкой или стеблями кукурузы, без окон и потолка. Внутри имеется печь с трубой и низкие нары, как кунацкое место для гостя. Рядом с домом стоят амбары на сваях с камнями-препятствиями для мышей. По отзывам местных жителей, черкесы псахо жили хорошо, без нужды, были бережливы и даже немного скупы. Ауличане держали крупные стада лошадей, овец, коров и коз. Из молокопоследних делали великолепный копченый сыр. Крупу из гоми получали дома на наручных жерновах, поскольку мельниц вовсе не было. Также Верещагин подчеркил еще интересный факт, связанный с таким вот одичанием края в эти годы. Он пишет, что вокруг аула водилось очень много кабанов, и они очень часто вредили кукурузным полям, вытаптывали их, и даже вот эти многочисленные деревянные плетни, они не помогали, не останавливали их. Поэтому ночью Верещагин наблюдал такую красивую картину в виде огненной иллюминации вдоль всего хребта над рекой. Весь берег реки, вот все эти поля, на них загорались многочисленные костры, и слышались между ними вот эти вот постоянные возгласы, какая-то беготня, возгласы, чушка, чушка, то есть свинья, да, говорили, кричали адыги, гикали при этом гробках, пугали, в общем, свиней. И Верещагин дальше пишет, что дикой свинины от такой ночной охоты было огромное количество перебито, и многие туши просто бросали в лесу, потому что черкесы свинины не ели, мусульмане, а маленькому гарнизону, первой роты, с головой хватало там двух-трех этих свиней, и по большей части они просто бросали этих тушей в лесу, они сгнивали там. И Верещагин здесь отмечает, что есть определенная выгода в поставке свинины зимой на побережье из этого аула, потому что стоит она у черкесов не более двух рублей за 12 пудов мяса. Ну давайте попробуем перевести, два рубля это в среднем 2200 рублей, а один пуд мяса это вроде около 15 килограмм. На этом основные наблюдения Верещагина закончились, в целом вы можете более подробно почитать их, они есть в свободном доступе в интернете, в сборнике, например, с Амира Хатко о черкесских садах. Верещагин провел там всего лишь один световой день, совсем недолго, после чего в сопровождении старшины аула отправился обратно в Адлер, и когда он переезжал вот этот перевал ночью со стороны Кудепста или Псахо на Мзымту, это был август, и тут он заметил вот эти вот резкие колебания температур, которые тогда происходили, они еще всегда происходили в этой местности, из-за чего лихорадки часто начинались. То есть когда ночь опускается в августе, вот эти прохладные туманы, очень холодные, и получается, что если ты в летней одежде еще и вспотел там, допустим, от какой-то физической, физических усилий, то ты, переходя их, заболеваешь. И он это прям почувствовал очень сильно, этот перепад температур серьезный, хотя перевал не такой уж и великий был. В том же 1874 году, когда там побывал Верещагин, солдатские роты и батальоны ликвидировали на побережье, и солдат расселили в поселке на побережье, ну и они сами разъехались поближе к цивилизации. Спустя два года черкесам разрешили расселяться по Черноморскому побережью, в те места, которые они для себя хотели бы избрать, более удобные. И жители Псахо, или снова ушли на запад, где в своих старых землях основали вновь аулы, которые с новыми названиями уже были, это Большое и Малое Псюшхо, это Хаджико, ну и еще ряд семей расселились по самым разным аулам и местечкам. И в новом ауле Большой Кичмайн, как бы в основном, крупном самом, у старшины Кобжа Тлепшау, о котором мы сейчас говорили, родился сын, ставший первым ребенком на этом новом месте. Вот как раз вот эту фотографию, еще раз вам покажу, вы его и видели. Спустя пару лет, не позже 1878 года, на старое место, откуда ушли адыги на речке Псахо, поселились понтийские греки, выходцы из Османской империи, которые некоторое время проживали в Ставрополе, вот они на побережье переместились и осели вот на этом месте этого поселка Лесной или Аулы Псахо, как и их родственники осели на Красной Поляне, чуть выше и чуть раньше. В 1891 году в Лесном насчитывалось их около 300 человек, и к концу века они построили церковь Георгия Победоносца, ну в честь Георгия Победоносца, с греческой школой, которая была в советское время разрушена, а потом восстановлена уже в современное российское время в качестве женского монастыря. Такая вот интересная история этого местечка. На этом все, в следующем выпуске наш путник поедет дальше на север, к Красной Поляне и поселку Эстасадок, вот эти курортные знаменитые места, поговорим о них. А вы тем временем не забывайте ставить лайки, пишите комментарии, если у вас есть вопросы, давайте их обсуждать. Делитесь с друзьями, не забывайте подписываться на канал, чтобы получать свежие уведомления о новых видео, вот здесь вот колокольчик нажимаете. Ну, не забывайте, конечно, про спонсирование, и я буду рад создавать для вас новый интересный контент и в полевых условиях делать съемки, если вы станете спонсором канала, и у вас станет хотя бы определенное какое-то количество, которое сможет окупить такую деятельность, и канал тогда станет производителем постоянного еще и полевого контента. Очень надеюсь на вашу поддержку. И да, не забывайте, что есть еще в наличии экземпляра книги «Танцы, горы и каштановый мед». Недорого, с личной подписью отправлю. Ну и, пожалуй, все. До новых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»